Здравствуйте, меня зовут Алексей Лукин и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о том, как создать учетную запись Microsoft и добавить ее в магазин приложений Windows Store. Начиная с Windows 10 появился магазин приложений, аналогичный Play Market для Android, либо App Store для iOS. И если Play Market существует уже достаточно давно в магазинах, поэтому привыкли уже к тем проблемам, с которыми могут сталкиваться люди, как то создать учетную запись и добавить к своему мобильному устройству. И это уже входит в набор услуг, который называется настройка телефона, которую могут предложить при покупке нового устройства. То Windows это еще новая Windows Store, с этим люди практически не сталкивались и те, кто раньше никогда не соприкасался вплотную с тем, как создать учетную запись в том же Play Market, сейчас может испугаться с тем, как создать свою учетную запись от Microsoft. Вы, конечно, можете обратиться в ближайший магазин, там без проблем он сможет помочь, но это совсем не сложно и вы без проблем можете сделать это сами, действуя по шагам, так же, как и я. Итак, приступим непосредственно к действиям. Для начала нам нужно запустить Windows Store. Где он находится? В моем случае он уже вынесен на панель задач. Вот он такой значок имеет в виде сумочки и логотипа Windows. Если же на панели задач его еще нет, мы всегда его можем найти через панель пуск. Нажимаем пуск, вводим просто на английском название Store и у нас появляется значок на приложение магазина Windows. Нажимаем, наше приложение запускается. Вот оно запустилось. Мы здесь видим различные приложения, которые мы можем выбирать, читать про них характеристики, что-то бесплатно устанавливать, что-то покупать. Практически полная аналогия с Play Market. Давайте выберем сейчас что-нибудь скачать. Давайте выберем Viber. В Viber данной ситуации мы видим кнопочка Free, то есть его покупать не нужно, ну, кроме некоторого контента. Мы можем нажать и его скачать. Давайте попробуем. Итак, вот у нас появилось это окошко добавления учетной записи Microsoft в магазин. Что нужно сделать? Если у вас уже есть электронная почта от Microsoft, то есть это либо hotmail.com, либо outlook.com, вам достаточно просто сейчас в поле электронной почты вписать название электронной почты и в поле пароль, пароль от своей электронной почты и нажать вход. Если же у нас этого нет, то давайте ее создадим. Нам даже здесь есть предложение. У вас нет учетной записи? Создайте ее. Мы можем нажать здесь и создать учетную запись. Помимо всего прочего, мы можем создавать учетную запись не только здесь, но и через браузер. То есть мы можем открыть браузер любой, писать в адресной строке outlook.com и здесь тоже создать ее. Здесь более расширенный вариант создания почтового ящика. Ну и в то же время создание учетной записи. Где делать? Это ваш выбор. Я предпочитаю делать именно через браузер, потому что здесь больше возможностей. Давайте вместе с вами сейчас это сделаем через браузер. То есть мы берем, заполняем поля. То, что я сделал, выбирал переключатель hotmail.com либо outlook.com это абсолютно по желанию, на ваше усмотрение и ни от чего не зависит. После того, как мы заполнили все имеющиеся поля, мы нажимаем кнопочку создать учетную запись. Сейчас идет настройка нашего почтового ящика на замен какое-то время. Здесь просто нужно немножечко подождать. Итак, сейчас мы создали нашу почту и по совместительству учетную запись Microsoft. То, что мы писали, особенно важно сам почтовый адрес и пароль. Очень важно их запомнить. Где-то записать никогда желательно не забывать. Теперь мы возвращаемся к нашему Windows Store. Здесь я нажимаю назад, так как мы уже создали. и ввожу те данные, которые я там вводил. То есть вот я сейчас ввожу адрес и вбиваю свой пароль. Нажимаю кнопочку вход. Сейчас у меня появляется другое. Окошко с еще одним интересным вопросом. Выполнить вход на устройство с помощью учетной записи Microsoft. В Windows 10 появилась еще такая возможность, что помимо того, что есть просто локальная учетная запись, можно еще привязывать учетную запись Microsoft и входить с помощью нее на компьютер. И мне сейчас это же предлагается сделать. Я этого делать сейчас не хочу и вам этого тоже не рекомендую. Только если вы действительно не знаете, что это и зачем. И вы целенаправленно это хотите сделать для определенной цели. Поэтому в данной ситуации мы не жмем кнопочку далее, ничего не вводим в текущий пароль Windows. Мы просто нажимаем строку выполнить вход только в это приложение. То есть мы привязывать учетную запись сейчас будем исключительно к магазину Windows Store без привязки к данному устройству. нажали. Здесь у нас вместо плюсика и человека появился просто человек. То есть вот мы привязали нашу учетную запись. Здесь вместо просто free open появилась надпись download, то и бишь пошла наша загрузка нашего приложения, то бишь вайбера. Вот так вот просто мы можем добавить нашу учетную, создать и добавить нашу учетную запись Microsoft. Не обращаясь к сторонним лицам и не выходя из дома. Вот все. Теперь наше приложение установлено и мы его можем запускать. Добро пожаловать в вайбер. Мы скачали приложение с официального магазина Windows и можем им пользоваться. Помимо настольного приложения Windows Store мы всегда можем пользоваться магазином приложений и через браузер. Тоже достаточно нам зайти в тот же угол, сделать запрос Windows Store и вот буквально первая же запись нам предлагает перейти в магазин Windows Store. Здесь также есть кнопочка войти, где мы можем ввести наш логин с паролем, который мы вводили для привязки к Windows Store и тоже мы можем пользоваться и скачивать приложение либо покупать. Итак, подведем итог этого видео. Создание учетной записи Microsoft практически является созданием почтового ящика на серверах Microsoft с последующим добавлением его к Windows Store либо другим каким-либо услугам от Microsoft, с которыми мы можем столкнуться. очень важно, что когда мы создали почтовый ящик, нужно запомнить тот адрес, который мы получили и пароль к нему. Возможно, даже где-то его записать. В случае, если мы забудем пароль, мы, конечно, можем восстановить через запасной почтовый ящик, если мы указали, либо через свой телефонный номер, который мы могли привязать при создании. Это особенно может понадобиться, если мы приобрели еще одно устройство, на которое поставили Windows, на нем тоже хотим пользоваться нашей учетной записью. Кроме того, если вдруг что-то случится с нашей операционной системой, нам придется действительно ее переустанавливать, либо полететь на жесткий диск, мы всегда можем достать эту бумажечку с нашими данными, ввести их и продолжать пользоваться так же, как с PlayMarket. Польше информации вы всегда можете найти на моем официальном сайте alexeyworld.com Спасибо всем за внимание. До свидания.